привет всем итак я столкнулся с тем что вот же компакт перестал работать вы знаете очень неприятно когда обещают золотые горы и очень надежное проверенное устройство тем более когда ты не за него платишь полторы тысячи рублей и буквально через две недели он перестает работать я несколько раз звонил по телефону который указан на блистере на капсулах вот 8 800 3 тройки 8088 и причем каждый раз одно и то же тупые вопросы вы являетесь потребителем но наверное да если мы вам звоним и потом задают тупой вопрос сколько вам лет я первые 10 раз отвечал честно прям вежливо но потом уже как конечно это достает когда тем более когда ты обращаешься с поломкой они тебя должны обязаны либо отремонтировать либо провести экспертизу отказать либо его просто поменять они там просто посылают на какие-то электронные почты обращаться еще что то где вообще те не отвечают и не реагируют и потом когда он там спрашивает возраст я говорю там 95 лет и соответственно как бы они обязаны поверить то есть это настолько все шарлатанство честно говоря неприятно очень не ожидал от logic такого но во всяком случае это вот так и он перестал работать мне там пишут что делать если не работает первым делом ничего не делать потому что в интернете полно статей и видео как нужно открывать вскрывать нужно если что вот этот пластик отдернуть потом нажать внутрь но не делайте этого потому что если вы это сделаете потом по гарантийке вам никто ничего не отремонтирует и не поменяет они в принципе не поддаются ремонту сервисных центров у них нет они единственное что меняют их меняют и поэтому я вам настоятельно рекомендую когда вы приобретаете вот это чудо устройство в кавычках обязательно сохранить и чек коробку само устройство и начать еще напишите в каком магазине вы его приобрели точный адрес потому что это все спрашивают и если какой-то информации у вас не будет то вам в принципе откажут в гарантийном ремонте конечно это просто нарушение всех законов это просто хамство это бандитизм потому что вы не обязаны мало ли вы вам подарили во первых во вторых я еду на такси решил купить себе этот я останавливаю там прошу остановить водителя выхожу приобретаю я что обязан запомнить дату время покупки и адрес ну то есть это просто нос конечно макулатуру тоже никто не обязан собирать есть устройство тем более в устройствах именно вот с этой стороны как вы видите есть серийный номер то есть именно поэтому серийного номера они должны они просто обязаны обменять вам вот это устройство тем более что очень много негативных отзывов эти logic compact просто как и не знаю как спички они ломаются буквально через неделю через две если у вас держится больше месяца то считаете что вам очень крупно очень сильно повезло потому что они действительно просто выходят из строя я бы не сказал что я его ронял ну как видите ни одной ни царапинки ничего ничего но в принципе он же не работает и главное заряжаться заряжается но не генерирует пар то есть вставляешь капсулу но она не функционирует и мне как бы пришлось сначала не собирался покупать и мне пришлось купить уже второй аппарат соответственно плюс еще полторы тысячи это уже там три тысячи на потратил и до сих пор собственно говоря никто со мной не связался не ничего не обменяли и вот это конечно просто возмутительно поэтому обязательно имейте это в виду сам аппарат в принципе неплохой но обслуживание это просто говно хотя они отвечают 24 часа в сутки вот этот телефон можно дозвониться но как правило это рассчитано для продаж то 7 нужны только ваши деньги насчет того что они там говорят якобы это менее вредно или еще что то это конечно же просто сказки потому что не вредно это просто бросить курить бросить парите и бросить спиртное и вести здоровый активный образ жизни вот это да конечно очень сомнительно что стоит ли переходить на него с обычных традиционных сигарет или не стоит потому что как говорится тут непонятно с одной стороны из двух зол выбирают меньше но тут непонятно какой из этих зол меньше что вреднее потому что табак хотя бы он более или менее изучен там уже сигаретам более ста лет а вот это все появилось недавно и к сожалению ничего не изучено как он действует на организм как он действует на легкие на желудок это просто остается только об этом догадываться потому что в любом случае хотите вы этого или нет кроме пара когда вы делаете первые затяжки он может выстреливать и вот эта жидкость состоящая из сомнительных веществ сейчас мы с вами почитаем она попадает вам в рот до минимальных количествах но извините эти все вредные вещества имеют свойство накапливаться в организме и так состав жидкости глицерин пропиленгликоль никотин бензойная кислота и ароматизаторы ну во первых очень странно то что они добавили сюда бензойную кислоту потому что в принципе в подсистемах бензонная кислота не используется то есть раньше во всяком случае там глицерин пропиленгликоль никотин и ароматизаторы от никотина вообще можно отказаться и от ароматизаторов. Но здесь еще приплюсовали бензойную кислоту. Естественно, что ничего хорошего она для здоровья не прибавит. Безусловно, она только убавит, но никак не прибавит. И как тут написано, жидкость для капсул изготовлена в Европе тоже весьма и весьма сомнительно. То есть нет никаких гарантий, что это где-то здесь в Подмосковье корейцы или китайцы не заливают непонятную субстанцию в эти капсулы. И в любом случае я вам рекомендую отказаться. Повторюсь, что подсистема в принципе неплохая. Она небольшая. Но то, что они просто очень часто ломаются, очень часто не выполняют свою основную функцию. Это факт. Потому что у меня есть еще один знакомый, который в отличие от меня, он просто не стал с ними разбираться, он просто выкинул и все, купил. Там уже перешел на другой аппарат. Но у меня, честно говоря, как-то неприятно. С одной стороны, видимо, мне тоже придется выкинуть. Но в любом случае свою претензию я оставил на сайте. У них написал на электронную почту, на которую они, собственно говоря, не реагируют. Ну и, конечно, я посчитал нужным, чтобы снять это видео, выложить в интернет, чтобы люди знали, что действительно лоджики ломаются. И это не ваша вина. Одно дело, если вы его уронили куда-то в воду или там по нему прошлись или с высоты уронили. Ну это, конечно, ваша, собственно говоря, вина. А когда вы им пользуетесь, как видите, на самом на самой подсистеме нет ни царапинки, он прям реально как новый. И действительно, он есть и новый, потому что за две недели им пользовалось буквально там раз десять. И в какой-то момент он просто перестал работать. Зарядка идет, индикатор горит при зарядке, но он не генерирует пар. И причем это, ну, явно гарантийный случай. Это даже подтвердили на при звонке в колл-центр. То есть, они подтвердили. Но другое дело, что заменить и разбираться с этим они не торопятся. Ну еще какой минус можно отметить? То, что затяжка тут, она идет сигаретная, а не кальянная. То есть, довольно-таки минимальная. Сейчас вы увидите. дыма генерирует довольно мало. Еще, кстати, вот к большому минусу я могу отнести, что очень часто она просто протекает. Вот посмотрите, видите, вот эта жидкость. Очень неприятно, когда, то есть, в карманах, в костюм, в рубашку вы ни в коем случае не кладите, потому что вы обнаружите, что там жидкость. То есть, вот обратите внимание, видите, внутри. И причем я протирал буквально недавно. Но тем не менее, несмотря на то, что он у меня стоит вертикально, то есть, он не падает, ничего, то есть, и все равно вот эта жидкость откуда-то она появляется. Что для меня лично являлось неприятным сюрпризом. То есть, в принципе, 21 век, они могли бы что-то насчет этого придумать, учитывая то, что там нет каких-то отверстий, откуда что-то могло выливаться. Ну, то есть, не идеально, далеко не идеальная подсистема. Перед покупкой обязательно подумайте, вообще нужна ли она вам или нет. И напомню, что если вы не курите, вообще даже не смотрите это видео, если вам меньше 18 лет, не рекомендую вообще задумываться о табакокурении или о этой ерунде. А если вы заядлый курильщик, то, конечно же, нужно задумываться о том, чтобы полностью бросить заняться спортом и вести активный образ жизни. Чего я вам и вам и себе рекомендую. И очень надеюсь, что в скором будущем это у меня получится. На этом все. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok